Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынковых компаний «Технил» семья Артура Федиатурина. Данные по золотовалютным резервам Китая, которые в собой любезно информируют рынок, когда ему это долго расходится, указали на рост запасов золота 3 месяца подряд, с декабря по февраль до 1852,5 метрических тонн. Стоимость запасов выросла на 3 млрд долларов до 79,5 млрд в прошлом году. Голомосакс полагает, что цена золота может вырасти до 1400 долларов за тройскую унцию в течение шести последующих месяцев благодаря повышенному спросу центральных банков на желтый металл. В то же время вложения в значительские облигации США со стороны китайского ЦБ пошли на уголь, опять же отражая смещение акцента на золото в портеле активов банка. Учитывая денежную массу в обращении, сложно представить, что странные активные покупатели золота рассматривают долгосрочные перспективы возвращения к золотому стандарту. Цена золота при этом в сценарии должна быть гораздо выше, что, по сути, будет следствием провала концепции фиатных валют вообще. Однако подобные умственные упражнения в построении косметических теорий здесь излишни. После десятикратного увеличения небольшим венгерским ЦБ золотых запасов в октябре прошлого года стало понятно, что, рассматривая центральный банк как организацию, не лишенную целей доходности, диверсификации и ликвидности своего портеля активов, наращивание золотых запасов должно преследовать одну или несколько из этих целей. Учитывая, что выбор активов для центрального банка ограничен, можно предположить, что присутствует так называемый концентрационный риск, как и для обычного рядового банка, когда вложения сосредоточены на одном активе. В свою очередь, это снижает диверсификацию портеля. Нетрудно видеть, что в портеле активов центрального банка, центральных банков Китая, России и других банков, развивающихся рынков, значительную долю занимают вложения в ценные бумаги нерезидентов, в частности, казначейские облигации США. Вспоминая дорогостоящую науговую реформу, финансируемую из кармана правительства, обсуждение строительства стены, которую предложил построить Трамп, зеленую сделку, одним из молодых сенаторов предложенной. Эти проекты также должны лечь на плечи государства, и можно понять, исходя из этого, обеспокоенность других центральных банков о растущем риске концентрации активовать у себя в портеле. Ведь США, врата, считает, не только сейчас откладывать решения фискальных проблем, но и усугублять их. В таком случае складываются определенные ожидания, что кредитный риск в безрисковых, в кавычках, государственных казначейских облигаций США может расти, а также опасения, что они могут потерять в цене в будущем. И прогнозам центробанков, как известно, часто следует доверять, и поэтому эти опасения совершенно не беспочкны. После январской щедрости китайского ЦБ, когда экономикам однили дешевые кредиты совокупного объема 4,6 триллионов юаней, рог кредитного изобилия внезапно исчез в феврале, спекуляции о кредитной зависимости и китайской экономике оказались слабо состоятельными после того, как данные за февраль показали, что совокупное социальное финансирование в Китае выросло всего на 703 миллиарда юаней, что в два раза ниже прогноза и почти в 7 раз меньше январского всплеска в ликвидности. Таким образом, аргумент спроса на ликвидность перед празднованием лунного года оказывается ведущим в понимании денежной политики Китая сейчас. Манипулируя перспективой, можно видеть, что в годовом выражении совокупное финансирование, включая облигации муниципальных властей, выросли на 10,1% в феврале после роста на 10,4% в январе, что уже не вызывает удивления. Глава Китайского ЦБ заявил на пресс-конференции, что данные за январь и февраль должны рассматриваться вместе, однако интенсивность значения все равно превышает уровень того же периода в прошлом году. Показатели кредитной экспансии за март должны дать еще большее подтверждение, что политика придерживается долгосрочного целевого уровня и то, что январский рост был обусловлен сезонным увеличением спроса на ликвидность. Новые кредиты выросли на 886 миллиардов юаней вместо ожидавшихся 950 миллиардов. И что примечательно, они превышают показатель совокупного кредитования. В свою очередь это означает, что правительство, он говорит, возобновило закручивание гаек на теневом финансировании, то есть финансирование денежным рынком, рынка капитала. В январе этот неудобный для властей показатель вырос на 343 миллиарда юаней, однако уже в феврале он развернулся и снизился, объем теневого финансирования снизился на 364 миллиарда юаней. Жесткие меры против теневого финансирования последовали за обрушившейся критикой премьер-министра Китая Лики Кианга на действия Центрального банка в январе. Он, в свою очередь, призвал банки сосредоточиться на долгосрочных кредитах реальному сектору, вместо этого оживить экономическую активность, давая пузыри краткосрочного кредитования. Учитывая искажения в экспортной и импортной активности во период празднования лунного Нового года, который я рассказывал, в предыдущей статье экстраординарный рост кредитов в январе вписывается в ряд макроэкономических эффектов, являющихся следствием сезонных вызов экономики. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в своем среде. Продолжение следует...